Здравствуйте! Тема лекции номер 10. Виртуальные локальные сети. План. Понятие виртуальной локальной сети, типы виртуальных локальных сетей, виртуально-локальные сети на основе портов и виртуально-локальные сети на основе стандарта I3 и 802.1Q. Виртуальной локальной сетью называется логическая группа узлов сети, трафик которой в том числе и широковещательный, на канальном уровне полностью изолирован от других узлов сети. Это означает, что передача кадров между разными виртуальными сетями на основании MAC-адреса невозможна независимо от типа адреса, уникального, группового или широковещательного. В то же время внутри виртуальной сети кадры передаются по технологии коммутации, то есть только на тот порт, который связан с адресом назначения кадра. Таким образом, с помощью виртуальной сети решается проблема распространения широковещательных кадров и вызываемых им следствий, которые могут развиться широковещательные штормы и существенно снизить производительность сети. Виртуальные локальные сети обладают следующими преимуществами. Гибкость внедрения. Виртуальные локальные сети являются эффективным способом группировки сетевых пользователей виртуальной рабочей группы, несмотря на их физическое размещение в сети. Виртуальные локальные сети обеспечивают возможность контроля широковещательных сообщений, что увеличивает полосу пропускания, доступную для пользователя. Виртуальные локальные сети позволяют повысить безопасность сети, определив с помощью фильтров, настроенных на коммутаторы или маршрутизаторы, политику взаимодействия пользователей из разных виртуальных сетей. При использовании в коммутаторах технологий виртуальных сетей одновременно решаются две задачи. Повышение производительности в каждой из виртуальных сетей, так как коммутатор передает кадры только у зум назначения. Второе – изоляция сетей друг от друга для управления правами доступа пользователей и создания защитных барьеров на пути широковещательных штормов. Объединение виртуальных сетей в общую сеть выполняется на сетевом уровне. Переход на который возможен с помощью отдельного маршрутизатора или программного обеспечения коммутатора. Последнее в этом случае становится комбинированным устройством, так называемым коммутатором третьего уровня. Технология формирования и функционирования виртуальных сетей с помощью коммутаторов долгое время не стандартизировалась, хотя и была реализована в очень широком спектре модели коммутаторов разных производителей. Ситуация изменилась после принятия в 1998 году стандарта I3E I3E 802.1Q, где определяются базовые правила построения виртуальных локальных сетей, независимо от того, какой протокол канального уровня поддерживается коммутатором. Ввиду долгого отсутствия стандарта на виртуальной локальной сети, каждая крупная компания, выпускающая коммутаторы, разрабатывала свою технологию виртуальных сетей, причем, как правило, несовместимую с технологиями других производителей. Поэтому, несмотря на появление стандарта, не так уж редко встречается ситуация, когда виртуальные сети, созданные на базе коммутаторов одного производителя, не распознаются и, соответственно, не поддерживаются коммутаторами другого. Типы виртуальных локальных сетей В коммутаторах могут быть реализованы следующие типы виртуальных локальных сетей на основе портов, на основе стандарта I3E802.1Q, на основе стандарта I3E802.1ID, на основе портов и протоколов I3E802.1V, на основе MAC-адресов асимметричны. Также для сегментирования сети на канальном уровне модели ОСИ в коммутаторах могут использоваться другие функции, например, функция Traffic Segmentation. При использовании виртуальных локальных сетей на основе портов каждый порт назначается в определенную виртуальную локальную сеть, независимо от того, какой пользователь или компьютер подключен к этому порту. Это означает, что все пользователи, подключенные к этому порту, будут членами одной виртуальной локальной сети. Конфигурация портов статистической может быть изменена только вручную. На рисунке 10.1 показана виртуальная локальная сеть на основе портов. Основные характеристики виртуальной локальной сети на основе портов применяются в пределах одного коммутатора. Если необходимо организовать несколько рабочих групп в пределах небольшой сети на основе одного коммутатора, например, необходимо разнести технический отдел и отдел продаж, то решение виртуальной локальной сети на базе портов оптимально подходит для данной задачи. Простота настройки. Создание виртуальных сетей на основе группирования портов не требует от администратора большого объема ручной работы. Достаточно всем портам, помещаемым в одну виртуальную локальную сеть, присвоит одинаковый идентификатор виртуальной локальной сети. Возможность изменения логической топологии сети без физического перемещения станции. Каждый порт может входить только в одну виртуальную локальную сеть. На рисунке 10.2 представлено объединение виртуальной локальной сети с помощью маршрутизирующего устройства. Недостатком такого решения является то, что один порт каждой виртуальной локальной сети необходимо подключать к маршрутизатору. Это приводит к дополнительным расходам на покупку кабелей и маршрутизаторов, а также порты коммутатора используются очень расточительно. Решить данную проблему можно двумя способами. Использовать коммутаторы, которые на основе фирменного решения позволяют включать порт. В несколько план или использовать коммутаторы уровня 3. Виртуальной локальной сети на основе стандарта I3E802.1Q Построение виртуальной локальной сети на основе портов основано только на добавлении дополнительной информации к адресным таблицам коммутатора и не используют возможности встраивания информации о принадлежности к виртуальной сети в передаваемый кадр. Виртуальная локальная сеть, построенная на основе стандарта I3E802.1Q, использует дополнительные поля кадра для хранения информации о принадлежности к виртуальной локальной сети при его перемещении по сети. С точки зрения удобства и гибкости настроек, виртуальная локальная сеть стандарта I3E802.1Q является лучшим решением по сравнению с виртуальной локальной сетью на основе портов. Его основные преимущества Способность виртуальной локальной сети I3E802.1Q добавлять и извлекать теги из заголовков кадров, позволять использовать сети коммутатора и сетевые устройства, которые не поддерживают стандарт I3E802.1Q. Устройства разных производителей, поддерживающих стандарт, могут работать вместе, независимо от какого-либо фирменного решения. Чтобы связать подсети на сетевом уровне, необходим маршрутизатор или коммутатор L3E802. Однако для более простых случаев, например, для организации доступа к серверу из различных план, маршрутизатор не потребуется. Нужно включить порт коммутатора, к которому подключен сервер. Во все подсети, а сетевой адаптер сервера должен поддерживать стандарт IE802. на рисунке 10.3 представлена передача кадров разных виртуальных локальных сетей по мемагистральному каналу связи. Список использованной литературы.